Всем привет, с вами Ворм, и это игра Walking Dead 1 сезон, которую мы продолжаем проходить. Кенни, остановились на том, что Кенни почему-то не хочет уходить из чердака, и сейчас мы это проверим. Узнаем в чем причина данного его действия. Кенни, ты в порядке, мужик? О, господи, что это? О, господи. Маленький ребенок, зомби. Ходячий. Который, видимо, умер от голода и жажды. Он похож на дака, правда? Это всего лишь мальчик. Что с ним случилось? Он совсем худой. Наверное, он прятался здесь и умер с голоду. Господи, Иисусе. Не знаю, смогу ли я, Ли. Не смог раньше, и сейчас не смогу. Нужно, чтобы Кенни смог. Ты сделаешь это, мужик. Тогда это был твой сын. Сейчас это просто мальчик, которому нужна твоя помощь. Ты сможешь, Кенни. Ты должен сделать это. Я знаю, я просто... О, господи. Жестокий мир. Бедный малыш. Наверное, пытался спрятаться здесь, пока не умер с голоду. Это могла быть и Клементина, если бы я ее тогда не нашел. Можно попинать, можно ключом убить, можно пристрелить. Но я думаю, что это должен сделать Кенни. Пустая. Добавил голоду, у него еще не было воды. Черт. У него кончилась еда. Почти как и у нас. Но она все еще может кончиться. Какая ужасная жизнь. Какая ужасная смерть. Я думаю, что Кенни должен это сделать. Он должен как-то взять себя в руки и продолжать жить. Если он не сможет справиться с таким, то... он будет потерян. Но совсем. Держи. Так ты сделаешь все быстро и чисто. Не знаю, смогу ли я Ли. Ну, ты должен, мужик. Я знаю, ты сможешь. Я не смог помочь даже своему сыну. То был твой сын. Ни один отец не должен делать такое со своим сыном. Но ты можешь помочь этому мальчику. Сделай то, что нужно. Отправь его на тот свет. Мы помогли Кенни. То есть, я сделал правильный выбор. Правильный ход мысли у меня был. Раз играешь так, что я помог. Давай, мужик. Нужно похоронить его. Я позабочусь об этом. Жестокий мир Волкин Дэд. Ну, можно похоронить его рядом с собакой. Какой-то лисерый. Освещение такое, наверное. Что ж, ну да. Есть уже раскупательная могила. Он любил свою собаку. Символично. Мне показалось, что он моргнул сейчас? Показалось, наверное. Потом пересмотрю. Жестокая игра, на самом деле. Очень грустная. Прикиньте, умереть от голода. Вообще просто, исхудав. Ужасная смерть. Это просто посмотрит, получается. Так. Символично. Вот просто игра без каких-либо слов передаёт эмоцию персонажей всех и вообще атмосферу. Это вот шедеврально на самом деле. Просто без слов, без всего. Просто музыка и лица и само действие. Всё. Отчаяние, исходность и грусть. Опа. Опа. Эй! Эй! Кто ты? Что тебе от нас нужно? Ли, что происходит? Кто-то стоял у забора, следил за нами. Ходячий? Нет. Он был слишком быстр для ходячего. Когда я его заметил, его след простыл. Это был мужчина или женщина? Не успел разглядеть? Какое это имеет значение? Может, это был тот парень, который следит за нами? Человек с рацией? Скорее всего, он... Кенни? Я в порядке. Просто... Я в порядке. Что случилось? Ли видел, как кто-то у ворот следил за нами. Что? Кто? Я не уверен. Он убежал прежде, чем я успел его разглядеть. Мне это не нравится. Совсем не нравится. Мне тоже. Ходячий это одно, но когда с нами кто-то следит... Ну всё. Мы здесь уже слишком долго. Пора вернуться к маршруту, добраться до реки и найти лодку. Не знаю, сможет ли Амит идти. Ему нужно готовиться, потому что я собираюсь идти к реке как можно быстрее, чтобы найти лодку и бла-бла-бла. Мы обошли дом только для того, чтобы убедиться, что в нём безопасно, но мы не обыскали его всерьёз. У нас мало еды, воды, лекарств, патронов. Прежде чем уходить, нужно убедиться, есть ли в доме что-нибудь полезное. Если хочешь, обыскивай. Но меня этот дом достал. Мы приехали в этот город, чтобы найти лодку, и именно этим я и займусь. Может, обыскать дом до ухода не такая же плохая. Я сказал, что меня этот дом достал. Мы вдвоём справимся. Бен, осмотри дом в последний раз и собери что-нибудь полезное, а мы с Кенни пока сходим к реке за лодкой. Погоди, могу я пойти с тобой? Мои родители уже недалеко, может, мы поищем их по пути к реке? Нам нужно сосредоточиться на поисках лодки, Клем. Мы так и договаривались на поезде, помнишь? Скорость темнеет. Пойду, соберусь и мы двинемся. Пойдём, Клем. Посмотрим, можно ли чем-нибудь помочь Амиду. То есть, ты просто оставишь меня сидеть здесь? Чё? Всё не так, Бен. Я хочу, чтобы ты остался здесь и присмотрел за Клементиной. Я справлюсь. Ну, давай всё проясним. Если, пока меня не будет, кто-нибудь или что-нибудь проберётся в этот дом, ты убьёшь это. И не будешь думать дважды. Понятно? Убивать ходячих я умею. Ты слышал, что я сказал? Кто-то или что-то. Хорошо. Ну, я так понимаю, мы пошли к реке. Ну да. Заражённая. East Bay Street, Линкольн Стрит. Улицы. Знак заражения. Biohazard. Ну, биологического заражения. Нужно поговорить с Кенни. Он явно не в себе. Ну, ещё бы, блин, потерять жену и сына. Причём таким способом ещё. Ужас. Жена застрелилась, а сына пришлось убить Ли. Потому что сын был заражён. Какие-то знаки постоянно одинаковые на стенах. Непонятные. Эй. Так. Ты не хочешь поговорить об этом? О чём? О том, что произошло там, на чердаке? Нет. Ты уверен, друг? То есть я. Река впереди. Твою мать! Тут блюдок опять играется с нами. Это очередная, блядь, ловушка. Нет, послушай. Это не тот же колокол, что и раньше. Это дальше. Что бы то ни было, ходячи двинуться туда. Какого чёрта вообще происходит? О чёрт! О чёрт! Ну, они идут на звук колокола. Я. Не знаю точно, но может тот позвонит в колокола и оказывает нам услугу. Да пофиг, блин. Я надо того, кто это сделал, и ему, мудаку, этому в колоколу позвоню. Ну, пойдём дальше. Ну, раз за нами никто не идёт, думаю, мы... О боже мой. Лодки сломаны. Здесь должна быть лодка. Должна быть. Ты уверен, насчёт этого? Как по мне, не очень на это похоже. Может, пора подумать про план Б? Это и есть план Ли. Он у нас единственный. А то, как ты на всех глазах его шмарил, это не очень помогло. Да ну и хер с тобой. А я так просто не сдамся. Когда я его шмарил? Ты чё несё... Ладно, это нервы. Это может быть вполне плавучий. Кенни. Кенни, очнись! Лодка полностью расхуячена. О, правда? Много о лодках знаешь, что ли? Я тебе во что скажу. Если мне понадобится профессиональное мнение об американской истории, я обязательно спрошу тебя. А вот всю морскую хрень оставь мне, хорошо? Я проверю. Ты посмотри берега. Может быть, есть ещё что-то на другой стороне. Я не думаю, что нам стоит разделяться. Нам и не нужно. Видишь телескоп? Ты через него сможешь осмотреть всю угольную гладь. Посмотри, может что и увидишь. Хорошо. Хм, быстро зашагал пешком. О, чё за... Посмотреть через телескоп. Отлично. Нужен четвертак, чтобы посмотреть. Но... Жесть. Какого хуя? И что это должно означать? Что-то вроде предупреждения. Кто вообще мог такое построить? Осаждение из низкополигональных зомбарей. В смысле? Ты будешь стрелять? Серьёзно? Лучше не стоит. Выстрел привлечёт ещё больше ходячих. Эта баррикада отлично выполняет свою работу. Дальше мне идти не хочется. Хм... Пометки. Посмотрим, что это. Наконец-то. Для чего эти отметины? Они везде. Мы ищем четвертак. Это можно у Кеннижа спросить точно. Да я вообще с ним поговорить не помешало бы. Эта баррикада. Эта баррикада. Эта баррикада. Язык заплетается. Сейчас от мелких денег проку нет. Может быть найдёшь где-то на улицах. Чем мы и занимаемся, собственно. Смотреть на доски. Ну, в городе. Должно быть понадобились недели, чтобы заколоть все эти окна. Ну, почему? В каждом... В каждой квартире по человеку каждый колет. Может быть хорошим местом для хранения мелочи. Нет, да. Может быть есть немного мелочи в ящике. Кассионный метод. Ну, здравствуй, красавица. Пусто. Да, это было бы слишком просто. Стебёт сам игру. Ну, вот здесь у нас ещё есть новостная кабина. Машина. Скрученное всё. Бензин выкачали. Шины сняли. Двигатель разобрали. Похоже, её просто опустошили. Кресло разве что не вытащили. Она целая. Закрыто. Давай взломаем. Опачки. Отличненько. Взяли одну монетку. Получили в интере 3. Блядь. Что с лодкой? Это не поплывёт. Корпус разбит ниже бутерлинии. Плюс кто-то спиздил батарею. Ты не сможешь её починить? Что за... Что это за хуйня? Судьба, которая хуже смерти. Ну, надеюсь, найдём какую-нибудь лодку на той стороне. Здесь нет ни следа лодок. Заброшено, как и всё в этом городе. По-моему, он нифига не в бинокль смотрит, а просто так же, как обычным взглядом посмотрит, не? Это точно не поплывёт. Вот он про затонувшую лодку. Мемориальный мост Талмеджа. Представить страшно, сколько людей попытались его пересечь, когда город подвергся заражению. Ничего кроме воды. И ни одной лодки. Опачки. Какого хера? Эй, Лара Крофт. Пригнись, пригнись. На хрена мы прячемся? Кто-то спрыгнул с того дома в конце улицы. Куда он пошёл? Я видел, как он забежал тут на основной ларёк. Может, это наш колокольчик. Колокольчик. Как насчёт того, чтобы знать, кто это? Ну, мы не ищем неприятностей. Ну, как раз самое время узнать. Слушай, если это тот самый парень с рацией, который дурачит нас, мы можем положить этому конец. Прямо сейчас. Ладно, иди посередине улицы, я зайду сбоку, прикроюсь флангом. Мы подойдём тихо, застанем его в расход. Мы просто хотим поговорить с парнем. О, мы поговорим. Хм, спалил, походу, нас. В смысле? Какого? Ох ты ж, я ж попал, чё за... Больно железка-то по голове. Нет! Что? Что? Клем? Пожалуйста, не делай ему больно! Чё тебе сделает Клем? Чё за... Ты не из Кропфорда? Ты не парень с рацией. Я вообще не парень. По мне довольно хорошо видно. О, чёрт. Кенни, нет. Кенни, нет! О, фак. Нет, он с нами. Что здесь делает Клем? Люди, вы кто вообще такие? Всем успокоиться. Я успокоюсь, как только она скажет, кто она такая, откуда, блядь, взялась. Отвали, козёл. Меня зовут Молли. Молли? Я Ли, это Кенни и Клементина. Мы не ищем неприятностей. Привет. Вы, ребята, и правда не из Крофуда, так? А, что за Кроф? Я даже не знаю, что это такое. Всё, что за этой баррикадой. Что за хрень тут произошла? Ты точно хочешь знать? Когда всё скатилось в говно, несколько людей сгруппировались и захватили целый район. Эти ребята всеми средствами пытаются выжить и не пускать миротков внутрь. Я стараюсь их избегать. Почему? Скажем так, они не терпят тех, кто не хочет или не может жить по их правилам. Так, как ты узнала, что мы не из них? Потому что в Крофудде нет детей. Больше нет. Что ты имеешь в виду? Нет детей. Почему? Нет детей, нет стариков, ни людей с плохим состоянием здоровья. По сути, нет никого, кто мог бы стать обузой для общества. В Крофудде действует правило «выживать сильнейший». Так они выжили, пока весь мир вокруг них скатывался в жопу. Господи Иисусе. Ну, все выглядит лучше, если смотреть с их стороны. Промолчу. Что произошло со всеми детьми? Глава города решила избавиться ото всех, кто не может распозвездить за защиту, которую дал им Крофуд. Для них дети стали лишними тратами, которые надо кормить и которые не приносят пользы. Это ж, блядь, неправильно. Они больны. А откуда ты все это знаешь? Все в Саванне знали. То, что произошло в Крофудде, разнеслось словно миф. Только все это оказалось правдой. Клем, какого черта ты тут делаешь? Как ты выбралась из дома? А Миду стало очень плохо, Кристо и Бен поднялись наверх. Я не хотела просто так сидеть дома без дела и пошла помочь. Я же сказал, нам не нужна помощь. Правда? Потому что если бы не одна, я бы тебе мозгер вышибала. Это спорно. Ага. Ты знаешь, кто звонит в Клоколап по всему городу? Да, это была я. Я знал, Ли, я знал, что это она все это время следила за нами, ебала нам мозг. Убери свой палец от моего лица, дедуля, пока я тебе его в жопу не засунула. Я не следила за вами, я даже не знаю, кто вы такие. Спокойно, Кенни. Голос по рации был мужским, помнишь? Да, ну, это была или не ты, но сегодня утром из-за звонок всеходячий поднялись и нас чуть не перебили. В этом и прикол, гений. Так я перемещаюсь по городу, звоню в Клоколап в одном районе, привлекаю местных туда и выигрываю себе время на то, чтобы обчистить местность. Местные? Ты так их называешь? Да, знаешь, они похожи на гопников. Ходят с тайками, едят падаль. Это довольно умная склоколамика. Не нужно быть особо умным, чтобы обмануть мертвых. Кучка топорлых дебилов. Нужно только быстро двигаться, бежать и убежать, пока они не проползли обратно. Слушайте, я спрошу еще раз, вы не из Крофорда, так кто вы такие? Что вы тут делаете? Мы пришли искать лодку, надеясь увезти наших людей отсюда и найти место безопаснее. Ну, удачи с этим. У всех, кого были лодки, отобрали их, как только люди начали есть друг друга. Все, что осталось, на части разобрали. Крофорд, включая машину. Должно же быть что-то. Если бы было, думаете, я бы тут сидела? Я бы сказал, каждый дюм этого города. Его полностью вычистили. Ебаный ворот, блядь! Эй, дебил, не хочешь убавить громкость? Он и так стрелял уже, что ты... Черт. Раз уж вы не попадете в ни одну лодку, я вам советую вернуться оттуда, куда вы пришли. Откуда вы пришли или... Отлично. Просто отлично. Это же не путь, к которому мы пришли. Блядь, наверное, выстрел привелок сюда. Есть другой путь обратно к дому. Молли, есть ли... Опачки. Ну, я на нас пофигу, в принципе. Да, это логично. Ты так просто нас оставишь здесь? Простите, я, похоже, пропустил эту часть разговора, когда вы стали моей проблемой. Не оставляй нас здесь, пожалуйста. Не может ребенка кимать, да? Давай, шевелись. А я пойму, мать! Давай, давай, живее! А я как? Ли, давай! Давай, мужик, один хороший прыжок! Ага. Нет! Ли! давай перепрыгнуть ящик и быстрее так как я залезю на ящик до давали тащи свою жопу сюда никак не могу открыть держи используешь чтобы поднять что же мали спустился вниз канализацию о том что с ним пройдет дальше как он отсюда выберется что он будет делать мы знаем уже все дающие серии всем куба это понравилась серия смотрите дальше подписывайтесь ставьте лайки всем удачи всем пока